Если мы никого больше не ждем, у нас прям ровно 12.01, то мы можем начать сегодняшний вебинар. И он посвящен, он проходит в рамках цикла вебинаров «Конкурсная процедура от А до Я». Меня зовут Владимир Вайнер, я директор фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway. И очень давно, в самых разных форматах, занимаюсь тем, что провожу конкурсы, помогаю проводить конкурсы и так далее. И, собственно, сегодняшний вебинар посвящен как раз тому, как обеспечивать в рамках конкурсных процедур от А до Я такой момент, как объявление о конкурсе, как донести информацию до потенциальных участников. Вот в целом весь график вебинаров, он сейчас представлен. Ну и, соответственно, благодаря этому графику можно понять, что сегодня 25 ноября. Идем дальше. Выложите вебинар до 30 минут. Наверное, вот эти все правила вы все знаете. Вот я так их чуть-чуть подожду. Ну и в любом случае, видеозапись вебинара будет доступна на сайте. Если я правильно понимаю, то запись уже идет. И переходим к сегодняшней теме. Сегодня объявление о конкурсе. Как донести информацию до потенциальных участников. И с этой точки зрения, в общем-то, может быть очень много разных тем и вопросов. Я постарался собрать какие-то ключевые вещи в одну сегодняшнюю презентацию. Но при этом, чтобы уложиться вот в те самые 30, там, 35, 40, 45 минут. Ну что, пока вот как раз еще у нас один гость добавился. Участник. И начинаем. Поехали. Первое в конкурсе, естественно, это цель конкурса. И существуют две главные цели любого конкурса. И у меня вопрос к вам. Можно сказать, мы объявляем конкурс. Кто назовет хотя бы одну из двух самых важных целей любого конкурса? Прошу. Давайте будем делать вот так вот. Сейчас чуть-чуть, чтобы не было видно. Вот у нас есть чат. И в этом чате, соответственно, чтобы всем тоже было видно, можно писать ответы. Какая? Может быть, кто-то одну знает цель, может быть, две, то есть обе. Но вот по большому счету в любом конкурсе существует всего две цели. Есть какие-то варианты? Вот у нас 10 участников, 9 опять уже. Из них, насколько я понимаю, вот Алексей, как человек, который следит за техникой, он знает ответы, потому что он видел презентацию. И следующие слайды остальные не видели. Соответственно, отобрать лучшие практики и профинансировать. Вот. Наталья, соответственно, совершенно четко называет одну из двух целей, как мне кажется. Ага. А еще? То есть вот существует две. Решить проблему в конкретной области. Потратить денежные средства, которые неизрасходованы. Вот. Еще и такой есть подход. Ага. Ну вот у нас два варианта есть. Давайте тогда сделаем следующий шаг. Кто знает, кто выиграл. Ну, правда, я тут взял чуть-чуть, можно сказать, уже выдал секрет. Ну вот если из этих двух вариантов выбирать, то победила Наталья. Правильно? Ну и если двигаться дальше, то вот он, условно, правильный ответ. В любом конкурсе мы либо стимулируем к тому, чтобы человек что-то начал делать, проявлять какую-то активность, либо выявить и поощрить. Да. И, соответственно, с этой точки зрения, победа присуждается из двух ответов, похорученной Натальей, которая говорит о том, чтобы отобрать и профинансировать. В этом смысле отобрать, то есть выявить, профинансировать, то есть поощрить. Насчет решить проблему через конкурс вряд ли, и мы на этом еще остановимся. А вот потратить денежные средства, которые не зарасходованы, может быть, но опять же это, как бы тогда уже не именно про конкурс. Ну что, вот отталкиваясь от этих двух вещей, мы смотрим именно цели конкурса. В любом случае, каким бы конкурс ни был, тем бы он ни проводился, в какой бы отрасли это ни происходило, у нас две цели, в том числе и грантовые цели. Мы можем стимулировать к тому, чтобы человек в ближайший год или годы именно в этой области начал задумываться, искать решения и писал заявки на получение грантов или еще какой-то поддержки для того, чтобы это начать делать. А с другой стороны, мы можем выявлять тех, кто уже все это делает и поощрять их, опять уже тогда следующим шагом, поощряя, либо стимулировать их к расширению, тиражированию и так далее, либо просто, в принципе, зафиксировать и сказать, спасибо большое за то, что вот вы это делаете. В любом случае, вот, либо стимулировать, либо выявлять. Ключевая. Можно, конечно, и то, и то, но есть ключевая какая-то такая базовая задача. Но, если мы обращаемся к сегодняшней теме, именно информационной поддержке конкурсов, наша любая задача расширяется и раскладывается на три части. Первое. Нам нужно либо сформулировать, сформировать в сознании какое-то некое знание или напомнить о том, что ребята, вот, нужно этим заниматься. Это тоже проблема. Это актуальная проблема, и она тоже должна быть включена, там, условно, в рейтинг проблем, в повестку дня, там, развитие региона или сферы какой-то и так далее. Второе. Конкурсы – это то, что строит личную связь и отношения. Наша некоммерческая организация, или я лично могу не считать эту проблему своей, ключевой какой-то, значимой для меня, а могу начать считать. Могу увидеть по-другому свою территорию, на которой я веду какую-то общественную работу, в том числе реализую проекты, в том числе получая и привлекая финансирование, в том числе и грантовое. А какую-то проблему я не вижу, не считаю этой проблемой. И вдруг, благодаря конкурсе, я обнаруживаю, что вот это да, это же как раз то, чем я и так занимался, но, оказывается, это не только мое, а это еще вот и кому-то тоже важно. И тогда появляется вот эта личная связь и отношения. Я вкладываюсь сначала в анализ, в структурирование, в прописывание проекта, в заявку, в ожидание, надежду и так далее, а потом реализацию. И третье – это стимулировать конкретное действие. Достаточно много сейчас таких конкурсов малых дел, которые как раз вот грантовых в том числе, которые говорят, вот придумайте конкретно, что вы сделаете, мы на это дадим какие-то маленькие, но конкретные ресурсы. И это третья задача. Возможно, обе три задачи могут присутствовать именно в информационной части. Но, как правило, начинается все с первой, иногда и заканчивается ею. Опять же, если у конкурса есть цель общая – стимулировать и так далее, а не выявлять. Если выявить, тогда уже нам нужно больше к третьему. Но вот с информационной точки зрения, даже каждый релиз, каждое объявление, каждая коммуникация, она определяется как раз вот этими направлениями задач. И других направлений, как ни странно, в общем-то даже и не существует. Если у вас появляются уже вопросы, то вы можете их прямо писать, либо вот в общую, то что называется, закладочку чат, либо вот в закладочку вопросы. Но пока мы двигаемся дальше. Вот следующий вопрос, и, соответственно, как бы такая тоже задачка, конкурс. Какая аудитория у вашего конкурса? Вот если взять любой конкурс, который либо вы проводили, либо хотите провести, вот всегда опять же встает еще один такой вопрос. Какая аудитория у моего конкурса, вашего конкурса? Я хочу, чтобы все, или я хочу кого-то конкретно? И это, собственно, такая тоже базовая, важная вещь. Вот кто может ответить? Вот просто вот в чат либо один, либо два. Можете сейчас вот вписать в качестве ответа на любой гипотетический конкурс, который вы в данный момент там готовите, планируете, проводите и так далее. Коллеги, участники, прошу поставить в чат или циферку один, или циферку два. Один. Кроме политических и религиозных. Окей. Еще два. Екатерина. Еще два. Два. Молодежь 14-13. Два. Так. Большинство у нас ставит два. Все? Все, кто хотел поставить? Александр, два. Звучит так прям, как по-школьному. Александр, два. Наталья, два. Ольга, два. Екатерина, два. Вот. Ну и... И раз вот уже почти все ответили, внимание, правильный ответ. В общем-то, совершенно верно, что действительно два – это аудитория любого конкурса. И вот это вот важно. То есть, нет, даже если это конкурс, я не знаю, там, самый вот не похожий на грантовый, там, конкурс какого-нибудь самого масс-маркет-бренда на то, чтобы там купили и съели шоколадку, это все равно четко определенное по очень конкретным критериям аудитории. И с этой точки зрения, первый шаг любого конкурса с точки зрения информационной поддержки, я имею в виду, это создание портрета участника конкурса. Ну, вот, я подумал, что он может выглядеть вот так. Кто первое пишет, а лучше нарисует портрет участника конкурса, тот победит. Рисунки присылайте по адресу. Автор лучшего портрета получит книгу «Визитная тавра. Братья Ваня и Сотовы Владимиры Ваня». Ну, это шутка. Тем не менее, вот, я сейчас точно знаю аудиторию, которая увидела вот это объявление. И это объявление, при этом с моим комментарием, написано под определенную, совершенно жестко закрепленную группу из 10 человек. И любой конкурс, который мы планируем, он всегда четко определен вашим, таким вот, заранее продуманным портретом. Когда мы говорим, вот, как Наталья, например, «Молодежь 14-30», это еще не портрет, это, скорее, такой овал лица, в меру такой еще молодой, вот, такой, там, может, кучерявый, подтянутый, вот это все. Но вот самого лица еще нет. Потому что она, ну, как минимум, это женское лицо или мужское лицо. Это лицо, условно, городское или не городское. Это лицо учащееся или работающее. Это лицо гуманитарного склада или технического. Это лицо, ориентированное на то, чтобы остаться здесь или на то, чтобы уехать. Это лицо, и там дальше, увлекающее, имеющее какие-то увлечения или не имеющее их. Это лицо, вовлеченное в какие-то социальные или асоциальные субкультуры. Или не вовлеченное, что бывает реже, всегда во что-нибудь вовлеченное. И так далее, и так далее. То есть, вот, и когда мы вот это все описываем, вот, и там понимаем, что именно за лицо. Причем это касается и конкретных людей, которые нам нужны, даже если у нас конкурсы для юридических лиц. И портрет лицо самой организации, которые нам необходимы, как участники наших уже грантовых конкурсов. Но это вот такой вот очень важный момент. И это, наверное, такая вот прям хорошая, приятная, не очень сложная, но важная задача. И, как ни странно, ее часто мы пропускаем мимо. НКО. И все. И, соответственно, вот пока это просто НКО, то мы можем и не найти именно те НКО, которые занимаются именно этим вопросом. Именно столько лет там и так далее, и так далее. Потому что может оказаться, что нам нужны... То есть, в этом случае есть риск, когда мы говорим просто НКО, а у нас там внутренние требования. Что там столько-то лет, наличие аудиторского отчета, опыт там управления такими-то бюджетами, там и так далее, и так далее. И все. И мы, получается, даже испортили себе этот конкурс и этот имидж, потому что, как бы, вот участники получают отказы, и конкурс не выполняет ни одну, ни другую цель. Идем дальше. Что нам важнее в конкурсе? Следующий вопрос, который решает каждый раз организация, количество или качество. И с этой точки зрения, собственно, и строится вся коммуникация. Если мы делаем ставку на количество, то в этом случае и весь конкурс должен быть на это ориентирован. То есть, как минимум, нужно быть готовыми к тому, что у нас конкурс разделится, там, как минимум, на большую воронку, которую как-то надо будет фильтровать, а потом уже анализ, который будет проводить какая-то там еще одна ступень, группа и так далее. И от этого тоже, соответственно, и строится информационная поддержка. Если нам сначала нужна широкая воронка, мы задаем в рамках все равно наших критериев, мы стараемся уже именно сделать упор на вот такую широкую аудиторию. А если нам нужно качество, и это принципиально, а не количество, и мы можем себе позволить, что в конкурсе участвовало условно 7, а 5 выиграло, то тогда у нас большая аналитическая работа до того, как. И конкурс, по сути, превращается в такой закрытый тендер. И вот это вот тоже важный момент. Когда мы можем прямо целенаправленно приглашать на конкурс, и, собственно, так часто происходит, заранее, в общем-то, имеются списки, по которым приглашаются организации, понимая, что если эти организации напишут действительно адекватные проекты, многие из них могут получить. Потому что это вот, собственно, и есть вот это вот... Те, кто из года в год в конкурсах участвует, потому что других просто и нет. Вот на такие критерии, которые мы заранее задали. И это как раз еще и, ну, как бы, проблема, собственно, вот если мы ориентируемся на качество, но именно в рамках только конкурса, если у нас нет вне конкурсных каких-то программ развития, обучения, то мы постепенно, эта ориентация на качество у нас приводит к ухудшению качества. Поэтому важно как раз ориентироваться всегда исходно на большую воронку, но закладывать туда какие-то этапы обучения и доподготовки, доращивания, а затем уже переводить это в качество и проводить, как бы, вторую ступень уже по качеству. Но это вот, понятно, что требует дополнительных усилий, но опять же, когда вы разрабатываете программу проведения конкурсных процедур, эти усилия вполне возможно заложить заранее, когда мы, как бы, делаем два этапа. Вот сначала большая воронка, потом уже вот жесткое выявление лучших из всех тех, кого мы смогли найти и обучить или как-то подготовить. Если есть вопросы, пожалуйста, опять же, задавайте. Дальше, где искать? Собственно, понятно, что искать на основе портрета потенциального участника и заданных критерий. Поэтому мы об этом и говорили с самого начала. Но если вот уже смотреть подробнее, то я вспоминаю вот наш пример. Мы в течение трех лет были оператором конкурса Музея Русского Севера АО «Северсталь» совместно с Центром Гарант. И одна из таких вот именно вот... То есть, когда понятен портрет, что это должны быть музеи, мы уточнили этот процесс и даже вот убедили, собственно, Северсталь, например, как операторы, что это должны быть не только художественные музеи, а еще и частные галереи, школьные музеи и так далее, и так далее. То есть, любительские музеи, музеи при некоммерческих организациях, не имеющие, может быть, официального статуса музея. Но именно музеи. Мы зачем это делаем? Потому что, чтобы именно расширить эту воронку. Плюс к этому у нас есть форматы обучения, формирования и так далее. А где найти всех этих людей? Вот эти все организации, инициативные группы и так далее. Вот как минимум, мы, например, вот, и это такая простая задача, я вот привожу сейчас пример как раз на слайде, я пробил в Фейсбуке слово «музей». И, соответственно, вот справа как раз видно, если забить слово «музей», то видно вот множество групп, причем видно количество участников, где-то их поменьше, где-то их побольше. Но это что нам важно? Это прямо вот персонально, уже до нас, специально отобранные люди, которые уже впрямую и непосредственно занимаются, интересуются этим. Именно этим вопросом. Соответственно, если мы имеем портрет, и в этом портрете у нас есть вот четко закрепленные интересы, не в целом НКО, это ничто, а вот НКО, которые, дороги, там, палеотивная, или там, краеведческая, или там, поэтическая, или там, еще какое-то там, какое сами ждет, в общем, какие-то там вот ключевые параметры, например, по содержанию деятельности, то, или по региону, то мы, соответственно, всегда по сетям, по интернету можем обнаружить уже специально, как будто для нас, подготовленные сервисы, подготовленные группы, и если, вот как здесь, например, большинство группы, закрытые группы, это означает, опять же, что на этапе сбора работ, менеджер конкурса, в эти группы все стучатся к администратору, к администратору, пишет просьбу, включить в группу, либо разместить объявление в этой группе, и так далее. И по итогам, например, вот из всех музеев, которые вот выпадают в Фейсбуке, я, например, состою практически во всех группах, которые имеют отношение к музеям. Ну и точно так же, когда мы руководили театральным проектом, я оказался почти во всех группах по театральным проектам. Когда какое-то отношение считал правильным поддерживать с точки зрения развития фандрайзинга, соответственно, мы создали сами группу ассоциаций фандрайзеров, и сейчас там, собственно, вот тысяча человек, которым интересна эта тема. То есть, если, например, вы обнаруживаете, что в вашей группе не существует такой, какой-то определенной, вы можете ее еще и создать, собирая туда людей, которые будут затем вашими участниками вашего конкурса. Это вот такая вот базовая история. И следующая история, это стимулы. Зачем? Что именно надо в информационной части передать человеку, чтобы он захотел быть, включиться в работу группы, заживать, признать больше, соответственно, узнав больше, захотеть, понять правила конкурса, захотеть, затем написать заявку, затем ее подать, подготовить дополнительные документы и так далее, и так далее. Какие могут быть стимулы? От первых стимулов включения до уже более серьезных. Вот как минимум, первая часть, это образ, который привлекает внимание и задает интерес конкурса, его, как правило, нет. Мы сейчас их еще посмотрим. Вот. Следующий язык. Свой определенный, понятный язык. Понятный для этой целевой аудитории. Ну, с этим как раз у некоммерческой организации все хорошо. Вот только что закончился конкурс, называвшийся «Гроссруц». Например, для нормального человека это какое-то ругательство явно. А тут вот совершенно конкретная группа все поняла и подала участие на конкурс «Гроссруц» проектов, потому что они себя таковыми считают. Потому что это в языке вот этом конкретно понятно все. И так далее. Вот. Но вот этот язык, он определяется как раз портретом. И где-то этим языком вы как раз создаете фильтры, которые как бы для многих будут определяющими, вы не получите лишних каких-то историй и заявок. Ну, например, если я сейчас объявлю конкурс какой-нибудь там по краудфандингу для некоммерческой организации, автоматически там 90% некоммерческой организации отвалится. А это означает, что я хотел работать только с этими 10, которые знают, что такое слово краудфандинг. если я введу еще пару слов, там останется 2%, наверное, значит, именно эти 2% мне и были нужны. Но эти 2% я описываю соответственно заранее в тех целях, в том портрете, который там предполагается. Поэтому это вот такой вот важный момент. Следующая актуальность. Идеальный конкурс это конкурс, о котором человек уже мечтал или организация ждала, сама своими силами делала, и тут вдруг вот оно счастье. Кто-то мудрый появился и объявил такой конкурс. Ну вот я могу по крайней мере два примера таких привести. По крайней мере вот из своей практики, когда мы делали вот эти музеи Русского Севера, мы на второй год объявили конкурс не просто поддержки проектов музеев, там номинации искусства Русского Севера, там IT-программы и так далее, а именно вот мы предложили ввести номинацию детский музей. И это вызвало резкое увеличение количества заявок от тех, кого приглашали традиционно и кто не участвовал. Ждали эти организации именно этого. Пытались работать в этой области своими ресурсами. И поэтому вот обращение к этому вызвало такое вот увеличение числа заявок на грантовый конкурс. И когда в следующем году после этого мы стали думать, а что еще ждут? А это предварительная работа, это общение с участниками потенциальными, анализ текстов, которые пишутся ключевыми экспертами этого рынка и так далее. Мы обнаружили, что еще одной вещи не хватает. Несмотря на десятилетия конкурсов разных других фондов по музеям, вот такая вот удивительная вещь была, что была мечта, и она не реализовывалась. в частности, это мечта финансирования экспедиций. А для музеев, особенно таких региональных музеев, это вот действительно очень важная вещь. Ну и у меня, к счастью, многие однокурсники работают в музеях, поэтому я могу понимать местный краеведческий музей и мечты научного сотрудника. Вот и мы, соответственно, предложили ввести номинацию экспедиции, и это действительно вызвало еще один такой всплеск роста участия тех, кто, может быть, раньше не участвовал или кто не планировал участвовать. За счет этого, соответственно, и формируется вот, в общем-то, количество, переходящее в качество. Еще один момент, это эксперты. Вот бывает, конечно, в истории, когда мы не говорим о том, кто такие эксперты, ну, типа, допуская какую-то коррупционную составляющую, но в большинстве конкурсов, то есть нормальный конкурс, профессиональный конкурс, предполагает то, что эксперт заранее известен. Потому что это является одним из инструментов информационного продвижения. Потому что в этом случае организация в первую очередь подает часто заявку именно для того, чтобы получить обратную связь в идеале одобрения от авторитета, для них авторитета. И это отдельный продукт конкурса, который может стать отдельным прямо вот продуктом продукта. Поэтому вот это тоже очень важный момент. Ну и другие вознаграждения. Спросите, какие? Ну, например, справедливость. Когда человек делает это, и он считает, что он делает это хорошо, и хочет, чтобы это признали другие. Через конкурс. Это, собственно, наверное, там 50% конкурсов мотивации участвовать, справедливость. Второй вопрос, там, сила, получение преимущества за счет победы в конкурсе. я стал победителем. У меня есть некие преимущества, например, в доступе к какому-то открытому новому ресурсу, в доступе к какой-то информации, в доступе еще к чему-то. Я получаю дополнительные источники силы для своего проекта. Слава, тут с ней все понятно. Ну и что же еще, коллеги, как вы думаете, что еще не написано? Ну, я так на всякий случай уточняю, чтобы там никто не спал. Вот. Чего еще? Что еще можно предложить в качестве стимула в конкурсах и заявках? Вот можно в общий чат написать свои варианты. Что вы предлагаете либо на что откликаетесь в качестве стимулов в проведении грантовых конкурсов? И все прямо задумались или в этот момент отбежали и кофе налить. Алло, коллеги? Угу. Про кофе, наверное, я угадал. Признание общества. Ну, да, вот тут у меня было одобрение от авторитета или справедливость, слава, личный опыт тоже хороший вариант. Да, совершенно верно. Вот опыт подготовки, опыт написания, опыт участия. Я, например, стараюсь не участвовать два раза в одном конкурсе, в котором не выигрываю. То есть, я участвую, и выигрываю, и больше не участвую. Вот. Ну, либо участвую, выигрываю и участвую. Вот. Тоже это вот как бы личный опыт. Зачем же участвовать и вкладывать ресурсы туда, где ты точно, ну, там условно, как-то по гамбургскому счету. То есть, вот там нет никакой конкурсной процедуры, а при этом это называется конкурсом, и тебя приглашают в этом так это стоять в фонах. Вот. Другая вся история. Найти партнеров, спонсоров, единомышленников. Вот. Про партнеров, единомышленников это хорошая история, если конкурс открытый. Если в этом конкурсе, если заявка ваша публикуется так, что ее можно увидеть. Если там есть функция на каком-то сайте или на каком-то оффлайн-пространстве, где люди могут присоединяться, не только лайками, просто лайк с друзьям, а где именно есть функция поддержать, присоединиться. И чем более региональный проект, тем больше такие функции как раз и являются мотивирующими для участия. Совершенно верно, Наталья, благодарю, спасибо большое. Ну и конечно, то, чего здесь пока никто не назвал, хотя это конечно такой наводящий вопрос, это деньги. Ну, хотя бывают и другие ресурсы. Бывают конкурсы на то, чтобы, например, получить доступ к размещению чего-то где-то или доступ к попаданию куда-то. Но вот еще, соответственно, так как у нас все-таки про грандмейкерство, то еще и конкурс на получение финансирования. Соответственно, это тоже стимул. Но вот что важно, вот, как правило, все-таки исходно ключевыми вот эти являются стимулы, последовательные. Идем дальше. Как сообщить? Ну, вот я тут так набрал просто конкурсы, вышло мне тут вот про русал, что-то, и я, соответственно, это скопировал, поставил. И что интересно, мы видим перед собой то, что называется пресс-релиз. русал объявил о старте второго тура конкурса «Помогать просто». Ну, и так далее. Идет такой вот достаточно спокойный текст с указанием контактов. Что важно? Важно вот следующее. Ай, не тревога нажал. вот ответ на такой вопрос ваш почему релиз лучше объявления. Кто знает, чем отличие релиза от объявления, пусть сделает объявление. Коллеги, у нас вот тут стало больше, кто-то может назвать одно простое отличие ключевое релиза от объявления. и подсказку соответственно. Сделайте об этом объявление. Прошу. Ну, хотя бы просто пишите. Я знаю. Я буду знать, что вы знаете и заодно буду знать, что вы сейчас рядом. Не знаю. Говорит Наталья. Окей. Ага, остальные все знают? Так. Не знаю, не знаю, не знаю. Три человека у нас не знают. Уже четыре не знают. Сейчас до половины дойдем и тогда будет понятно, что надо таки дать ответ. Четверо не знают, а восемь знают. Пятеро. Шестой будет у нас? То есть у нас, смотрите, у нас сейчас конкурс такой проходит. Кто победит? Те, кто знают или те, кто не знают? Пока все-таки выигрывают те, кто знают по числу. Объявление короче, более информативнее. Ага, вот такая вот прошла тема. версии пошли. Отлично. Так, ну все-таки по числу тех, кто сказал, что не знают, у нас победили те, кто знают. Вот. Такой прошел конкурс. Соответственно, выиграли знающие либо молчаливые. А реально, почему релиз лучше объявления? Очень просто. Объявление это всегда адресное личное сообщение. Вот в этом смысле подсказка. Кто знает, чем отличается объявление, пусть делает объявление. То есть это я говорю. А релиз это безадресное. Вот смотрите, где он там у нас. Русал. На сайте, принадлежащем Русалу, вот это помогает просто, это их программа. Они пишут, не то, что мы, мы объявляем о старте, эй, люди приходите. Нет, они размещают там, как будто это со стороны. Вот есть такой Русал, он объявляет. Пишут Русал о себе на своем же сайте. А мог бы сказать мы. В чем разница? Разница в следующем. Вот они, если этот текст написан не от мы, объявляем, а вот это написано именно как информация, то в этом случае эта информация, вот этот текст, он способен быть размещен на любом ресурсе. Вот просто на любом. Потому что там нет вот этого личного сообщения. А личное сообщение, оно ограничивает нас только вот нашим вот сейчас каналом коммуникации. В этом отличие. Поэтому релиз это вот всегда такая вот отстраненная от источника информация, где могут быть оценки, эмоции, цитаты, но они всегда закавычены и сказано руководитель, организатор конкурса заявил, рассказали менеджеры конкурса, готовы то-то и то-то делать и так далее. То есть все это со стороны это позволяет рассчитывать на то, что этот текст будет публиковаться и во всех группах, социальных сетях, и на всех тех сайтах, которые публикуют такую информацию тематических, региональных и так далее. А когда это объявление, мы открываем конкурс. Получается, что вот я, например, хочу об этом написать, даже у себя в ленте Facebook для 5000 друзей и не могу, потому что это не мы объявляем конкурс. Я должен все это переписывать, я должен думать, как там это правильно написать, кто именно объявляет, прилагать к этому дополнительные усилия, мне на это времени нет, и все. И еще 5000 человек не узнает об этом конкурсе. Вот в этом отличие. Это структурирована информация, в которой как бы очищено авторское право, делегировано. право передавать эту информацию любому другому источнику. В этом релиз гораздо лучше. И если мы дальше пойдем, вот результат размещения релиза. Смотрите, сразу тут и филантропию об этом пишет, и оси, и самые другие ресурсы, и в разных местах это пошло и так далее. Это нормально для релиза. Он начинает перепечатываться, расползаться и приобретает такой уже вирусный эффект просто конкурсов, потому что про конкурс это всегда актуально. Теперь такой вот вопрос. Кто запомнил, какая картинка иллюстрировала конкурс помогать просто на сайте оси? вот пять вариантов. Ребенок и взрослый там были, женщина была с домашним питомцем, пожилая женщина, был логотип компании Русал, картинки не было. Какой из вариантов иллюстрировал объявление о конкурсе Русала? Я единственное надеюсь, что у вас нет функции листать слайды обратно. Вот логотип. Кто еще что помнит? Попробуйте вспомнить, что было. Видимо, логотип. Еще какие варианты? Три человека видели логотип. Еще. Ну, это, в принципе, логично, конечно. Но вот все-таки мне интересно, там был логотип сайта помогать просто. Две руки ладошки еще пишет Наталья. Two Herb. Так, логотип. Две руки. Да. Угу. Угу. Так. Сколько у нас ответило? Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. У нас половина участников активна, половина не очень активна. Окей. На самом деле, собственно, правда, да, я могу сейчас листануть обратно и посмотреть, да, это были две вот такие вытянутые ручки. Вот. Но, вот из-за того, что, ну, а здесь нет логотипа Русала. Вот. То есть, как бы, просто иллюстрация абсолютно никакая, типовая даже, можно сказать. То есть, вот, это такая картинка может быть еще в 100 тысяч миллионов ресурсов, вот, анонсов, объявлений, релизов, новостей и так далее. Она никак не связана с тем, о чем содержание конкурса. Именно, не закреплена, то есть, не уникальна. Вариант был такой. Какой вариант? Вот я показал то, что было. Это я специально отлистал обратно, чтобы мы увидели то, что вы видели до того, как я задал вопрос. Вот. Потом вот этот конкурс. Вот. Таким образом, в этом нашем конкурсе на воспоминании о том, что вы видели за два слайда до этого вопроса, побеждает Ирина Корякина и еще, кто у нас еще был с двумя руками, и Наталья Марчук. Вот. Поздравляю. Два человека из 12 проявили бдительность и хорошую память. А, Наталья, тогда понятно. Ну, то есть, все-таки тогда память только у Ирины. Ага. А у Натальи знания. Вот. Хорошо. Ну, вот на этой иллюстрации как раз и можно вот посмотреть, а насколько мы используем вот те стимулы, которые у нас существуют. То есть, вот мы начинали с того, если опять же вот, ну-ка, так листаем сейчас образ, яркая эмоция, вот образ уникальный, принадлежащий именно вашему конкурсу, который сразу уже передает и позволяет запомнить, вот оно, ваше, это то, что и важно как раз, чтобы размещалось. В этом смысле, если у оси разместились две лапки, а эти две лапки они могут размещать, вот прям оставить эту картинку, и 90% новостей оси будет прекрасно интегрироваться с этими двумя ручками. Ну, то есть, или даже 95% новостей оси будет, вот эти две ручки идеально подойдут вот под любую новость, которую публикует оси. И вот проблема их в этом не в том, что они не хороши, а в том, что они как знак не несут никакой ни эмоции, ни содержания. И, соответственно, если мы идем дальше, я тут взял, вот пробил, ну-ка, вот гранты, конкурсы для НКО, просто картинки в Яндексе. И вот и видим, что да нету таких, вот очень редко что-то кто-то использует, вот что-то живое. Либо это какие-то вот ни о чем, либо, что как ни странно, даже лучше, это вот прямо такая вот какая-то текстовая графика, вот там, конкурс господдержки НКО, или господдержка НКО конкурс, опять, господдержка НКО. То есть, это ж, от этого новости пролистываются мимо. Да, совершенно согласен, вот в этом и дело, да, что это неживое. И вот то, что сейчас, вот я прямо там еще там пролистал, эти же две ручки увидел там и так далее, вот, это как раз то, из-за чего часто мы даже не замечаем нужную нам информацию. Поэтому вот я хочу на это маленько, просто вот подумал, почему вы не обратите еще и на это внимание ваше. Идем дальше. Соответственно, следующий шаг уже, когда мы, вот смотрите, мы написали на нужном языке с учетом вот этих всех стимулов и не объявления, а релиз, подобрали картинку, потому что ее мы приложим к этому релизу, мы ищем каналы, через которые это все можно передавать. И существует, это мы, наверное, как все знаем, тематические каналы, но, с одной стороны, так как я не знал интересов по списку каждого участника, я взял вот, условно, два тематических канала. Ну там вот осишный и НКО портальный. А дальше, если копать, то я буду брать каналы, уже связанные, например, там если экология, и не просто экология там у меня, а там, я не знаю, городское озеленение, то я буду, соответственно, смотреть на всех тематические каналы, посвященные озеленению, посвященные экологическим инициативам, посвященные благоустройству города, и туда просить, разослать эти материалы. Да, там появится уже портал ecodelo.org и множество еще других. Это как раз то, что, наверное, понятно и важно, но вот такой список тематических каналов, с которыми я, в первую очередь, обращусь, по любой своей тематике, их, ну, меньше 20 не бывает. Кроме таких больших сайтов, это могут быть еще, опять же, тематические группы в социальных сетях. И если мы смотрим дальше, то следующий шаг уже региональные каналы. Если это федеральный даже конкурс, все равно вполне логично взять, если мы, например, ориентированы и на количество, которое перейдет в качество. Значит, нам нужны региональные, например, ресурсные центры, в которых мы разместим информацию по нашей тематике. И тогда, вот там, нужно поволжить, понятно, что это будет ассоциация служения, как один из самых ключевых лидеров там. Там, северо-запад, наверное, это будет гарант. Сибирь, наверное, это будет сцепоя и так далее. Вот. Ну, и уже, а дальше еще другие региональные каналы и так далее, и так далее. Чаще всего это необходимо, особенно, если у вас есть собственный ресурс, который, как вы думаете, хорош, но вот если, например, помогать просто или осишный, так просто и так далее. Вот не просто сделать так, чтобы туда человек специально заходил, чтобы узнать о вашем конкурсе, но просто сделать так, что разместив информацию о вашем конкурсе там, вы делаете ли ссылки на эту информацию, рассылаете его по всем. Ну, наверняка, я думаю, что так большинство и делает. Вот. Но, тем не менее, бывает и не так. Плюс, есть агрегаторы конкурсов, вот один из лучших, это все конкурсы.ру. Любопытно, что его создал человек, который долгие годы работал в прошлом веке, правда, в России. Вот. Ну, и как видите, вот ВКонтакте группа уже составляет больше 100 тысяч участников. Среди них, я думаю, очень много просто частных лиц, которые реагировали на тот или иной отдельный конкурс. Также там, наверняка, много тех, кого называют призоловами, которые вот просто, как бы, профессионально, именно за призами, они за грантами обращаются. Но, тем не менее, это тоже хорошая база, по крайней мере, активных людей, каждый из которых по своему жизненному сценарию может оказаться в этот момент, вот в этой сфере, которая вам нужна, в которую вы обращены в поиске хороших заявок. Поэтому, вот, агрегаторы конкурсов, это еще такая одна история, на которую важно обращать внимание. Ну, и, конечно, это собственные ресурсы, причем, вот сейчас очень модно стало делать такие лендинговые сайты, где ключевой это call to action, то есть, как бы, сайт одностраничный такой, пролистывается, но после каждого блока там обязательно кнопочка вот что-то сделать. Ну, и вот, как пример, это сайт такого вот нового проекта, который запустили наши друзья, например, платформа. Сайт, связанный в том числе с, по большому счету, с грандмейкерскими какими-то вещами, потому что это такая вот площадка, на которой люди могут презентовать свои продуманные уже проекты в области, по крайней мере, такого социального, документального кино и телевидения или медиа-компаний, и презентовать их может только, условно, пять компаний. Встреча и такой питчинг-проект. Презентация проектов для доноров, для инвесторов, для потенциальных партнеров, как раз о чем мы говорили и так далее. И, по сути, это не конкурс. Но, по факту, это конкурс, потому что зарегистрировалось даже просто на прийти посмотреть в два раза больше, чем вмещает Большой зал московского импат-хаба. А из них, соответственно, еще и зарегистрировались те, кто хочет выставить свои проекты. Их тоже значительно больше, чем вот те пять, которые как бы вот хотят презентоваться. Соответственно, автоматически у нас на собственном ресурсе появляется конкурс. И, хотя, дело, как бы, даже не в нем. Или вот другой пример тоже. Мы буквально 21-го запустили на гражданском форуме первый национальный кросс-медиа проект о социальных предпринимателях России, основой которого является полнометражное документальное кино. И вот, хотя у нас здесь не заложено каких-то конкурсов, по факту это все равно становится конкурсом. Например, какой регион в федеральном округе станет площадкой для организации съемок. Какие социальные предприятия в этом победившем, по сути, уже в таком конкурсе регионе попадут на эти съемки. Какие из социальных предприятий у нас получается, что в каждом эпизоде, который снимается в одном субъекте федерации федерального округа, появляется там 4-5 героев. А потом, когда мы будем делать большое кино полноэкранное национальное для Центрального канала, там получается 7 эпизодов по 3-4 героя, это много. Из каждого эпизода, из каждого округа будет один герой. Как он появится? Мы будем делать конкурс. Потому что и организуем большое голосование, оно будет направлено опять же в качестве одного из элементов кросс-медиа, рассказывающие, презентующие, представляющие наших социальных предпринимателей, которые станут героями каждого такого фильма. Соответственно, автоматически уже сейчас если нажимать на кнопочки, пока мы формируем базу тех, кто хочет об этом узнать больше и стать партнером. Мы еще сайт даже не сделали, это просто заглушка. Сайт сейчас делается, появится через 3 недели. Но уже сейчас мы формируем базу для будущих, в том числе и конкурсных процедур. И вот это такой важный момент. И если мы идем дальше, вот еще одна тема регистраторы. Вот с одной стороны мы можем обойтись без этого. Например, вот платформа, вот если нажать на кнопочку регистрации, даже вы можете сами вот зайти и нажать. То есть, это вот сайт, это действующие, все можно. Вот там будут вопросы, вы их заполняете, автоматически все данные, кнопочка связана с Google документами, все это падает в Google, сразу формируется в таблицу, очень удобно, ее можно тут же расширить, передать экспертам, чтобы те могли выбрать тех, кого по какой категории. Вот там же можно посмотреть и так далее. То есть, вот это как бы современные технологии, я не буду именно в технических деталях клиниваться, но тем не менее, даже связь Google документа с кнопочкой регистрации позволяет сразу создать всю, собственно, платформу для того, чтобы можно было оценивать заявки, но если только там нет необходимости еще по 10 критериям со шкалами баллов плюс комментариями это что-то делать. Хотя можно и это там настроить. Вот. Но это уже технические детали. Но если вот не хочется, то можно, соответственно, обратиться к тому, что вот называется регистраторами. Один из самых таких активных и удобных регистраторов это таймпэд. вы регистрируетесь, вы заводите события, а дальше все, что вы анонсируете и в релизах, и в объявлениях, и на своем сайте переход на ссылку вот сюда на таймпэд и там люди регистрируются. Они оставляют свои контакты, они могут отвечать на любое количество вопросов. Это удобная такая продуманная конструкция. Потом все данные вы можете скачать в экселевской, например, я скачу обычно в экселевской таблице из этого сайта и таким образом соответственно у меня тоже готовый такой полуфабрикат для организации конкурса. Там есть у вас функции рассылок почтовых, но они мне меньше нравятся. А вот именно так вот, чтобы не вкладывая ничего, кроме 10 минут времени, быстро организовать регистрацию на какое-то событие, о котором я напишу, например, в социальных сетях, это действительно один из самых удобных вариантов. Вот Ольга пишет, федеральных округов больше 7. Да, так получилось. Почему-то, когда мы все рассчитывали, нам показалось, что нам 7 достаточно, и везде пишем 7, а нам теперь все говорят так, почему 7, а веши 9. Вот мы думаем, может, из-за этого тоже получится конкурс. Какие-то два округа у нас не попадут в наш проект. Либо мы расширим этот проект, если все округа будут такими активными, в каждом округе будет кто-то, какая-то организация, которая будет убедить нас и выступит таким соинвестором, чтобы мы и там организовали съемочные, вы съемочные бригады и так далее. Но пока вот у нас цифра 7 фигурирует. Это вызывает дополнительные вопросы, эмоции, фактически стимулирует к появлению какой-то вот такой уже депилизации обсуждений. Спасибо, что вы заметили. Вот. Вы третий человек, кто заметил это за три дня, собственно. То есть каждый день я кому-то рассказываю и обычно вот из группы там в 10-50 человек только один замечает вот почему-то. Вот. То есть у нас есть те, кто очень хорошо запоминает, есть те, кто очень хорошо все замечает. Вот уже у нас такой неожиданный конкурс, можно по итогам вебинара вручить специальные призы. Вот. И идем дальше. Собственно, наверное, базовые мысли, которые возможно и до этого было понятны, но мне кажется это как раз главное, что очень важно не делать конкурсов ради конкурсов, а это всегда инструмент чего-то большего в рамках вашего проекта и программы. И я постарался на примерах показать, как они выплывают из какого-то развития программы, интегрированное развитие программы, являются действительно маленькой частью чего-то большего до того, потом вот так вот, то есть вот камера как-то, вы работаете, работаете, провели конкурс, работаете, работаете дальше, снова какой-то конкурс, как элемент обратной связи и так далее. Собственно, по-моему, вот последний конкурс, смотрите, кто первый задаст самый интересный вопрос по итогу вебинара в сети фейсбук, тот получит персональное приглашение на все последующие вебинары программы. Для участников необходимо разместить в сети фейсбук картинку со скриншотом вебинара хэштег конкурс СНКО. Вот. В общем-то, вот так к тому, что конкурсы можно делать из чего угодно, опять же, стимулируя с одной стороны участников сделать какое-то простое действие либо не очень простое, а с другой стороны позволяя как раз стимулировать тех, кто окажется читателем, например, такого поста в фейсбук принять участие в последующих вебинарах, если такое предусмотрено. Но в данном случае это тоже шутка, наверное. Но, тем не менее, на всех случаях возьму тот скриншот себе тоже сделаю. Вот. Сделал. Хотя лучше, например, вот про вот этот скриншот сделать. Следующее. Вот на внимание информация такая. В этом смысле уже эти слайды пошли такие стандартные для всех вебинаров, которые сообщают о новых возможностях для НКО в режиме консультации. Но, если есть какие-то вопросы по теме, мы просто как раз уже перешагнули заложенное время. Но функция задавания вопросов существует, поэтому можно задать вопросы. Пока я вот еще анонсирую, что следующий вебинар состоится 2 декабря в 12.00 в Москве. Работа с заявителями и продолжение логичной темы. эстафету перенимает Татьяна Калинчук будет рассказывать, как собрать хорошие заявки на конкурс. Как раз мы с Татьяной в том числе и работали по конкурсам сей русского севера. Поэтому рекомендую. Ну и вот как связаться контакты, соответственно, которые тоже необходимы, наверное, знать, если вдруг кто-то не знает. коллеги. Наверное, можно предложить задать какой-нибудь один или два вопроса. Вот. И я, соответственно, готов на них ответить. Либо мы на сегодня завершим этот такой вот небольшой вебинар. Пожалуйста, ваши вопросы. Ваши вопросы раз. Ваши вопросы два. Ваши вопросы три. Ну, как говорится, трудно. Все. Значит, запись вебинара уходит в интернет для всех, кто не смог присоединиться к нам во время непосредственного вебинара. Спасибо большое. Всего хорошего. проводите хорошие конкурсы, живые, актуальные, которые соответствуют мечтам каждого человека и каждой общественной организации. Спасибо большое. Счастливо. 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 Счастливо.